Там я себя чувствую, там у меня крылья. Любовь, мы начинаем триумфальное возвращение на сцену. Правда, с такого не всегда приятного эксперимента опроса общественного мнения. Сейчас мы узнаем, на какой возраст тебя воспринимают совершенно незнакомые люди. Даже если мне дадут 90 лет, я все равно буду довольна, потому что я нахожусь на проекте. Ну что, вперед из песней! Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Ну, я думаю, лет 60. 55. 58-60 лет. 50. Любовь, хорошее настроение не покинула во время опроса? Нет, конечно. А почему она должна покинуть? Что ж, тогда давай посмотрим. Посмотрим. Я буду, давай, лет 60. 55. 57. Около 55, не младше, ваше, как случая. Ближе к 60 годам она выглядит. Опущение идут, мимические морщины, то есть вот вся носогубка, у нее такие вот именно вдовьи морщины. Выдает ее круги под глазами, макияж такой никакой. Носогубные складки очень видны. И какая-то прическа, знаете, очень возрастная. На данный момент, наверное, не актуальный макияж, что вот отголоски прошлого. Мне кажется, что человек пытается выглядеть моложе, при этом нанося на себя всю косметичку. Много краски какой-то. Может, поменьше не надо. Я считаю, что красится в деревнях, вот прям глуши совсем, когда идут на какую-то дискотеку такую, кому за 50. Бог с ним, пускай они так считают. Дай бог им выглядеть в мои годы так, как выгляжу я. Что касается деревенского макияжа, ну они просто никогда не видели театрального макияжа. И, собственно, поэтому я и была в макияже, чтобы было понятно, что я принадлежу к определенному статусу. Скучаешь без сцены? Я не просто скучаю, я тоскую для меня. Это драма, потому что это вся моя жизнь. Мало того, что это моя жизнь, это жизнь моей семьи, это жизнь моего мужа. Потому что сейчас он ездит на гастроли без меня и поет. Я не ревнивая женщина, абсолютно, но я очень не ревнивая женщина, когда он поет с другими женщинами. Любовь, я увидела за желанием вернуться на сцену и желание оставаться в музыке для своего любимого мужчины. Конечно. Это прекрасно, это замечательно. Пойдем я познакомлю тебя с экспертами, и я уверена, они помогут осуществить все твои желания. Надеюсь, потому что чудо уже произошло. Пойдем, ты сама чудо, пойдем. По результатам опроса общественного мнения, Любовь Волкова выглядит в среднем на 57 лет. Сколько ей на самом деле? Прямо сейчас. Любовь позволит представить тебе команду суперпрофессионалов. Сергей Николаевич Блохин, пластический хирург. Олег Конников, стоматолог. Катя Гершуни, эксперт по стилю. И Евгений Жук, бьюти-стилист. Прежде чем вы поближе познакомитесь с Любой, скажите, пожалуйста, на какой возраст она выглядит в ваших глазах? На мой взгляд, Любовь выглядит как женщина лет 50. Может, с небольшим. Около 60. Ну, я думаю, что вот так вот. 55. Ну, 55. Ну, мне меньше лет, чем вы сказали. Так какой возраст у меня? Возраст у меня совершенно нормальный, 53 года. Совершенно нормальный рабочий возраст для женщины моей профессии. Я академическая певец. Я с 14 лет пела оперу и с 14 лет пою романс. И я в 14 лет начинаю петь там, как Мария Каллас, как Монсеррат Кабалье. Подождите, Любовь. Я прошу прощения, что перебила. Так, извините. Какая цель ваша вот прийти к нам? Моя цель, чтобы стать моложе. С юных лет Любовь была на сцене. И сцена ее жизнь. Ну, так сложилось, что последние три года продюсеры перестали приглашать Любовь на концерты, мероприятия. Ваша работа – это голос. Ни в коем случае не оболочка. Я просто хочу сказать, что если у продюсера стоит выбор взять ему девочку с проекта «Голос», Лену Минину, к примеру, да, который поет с моим мужем «Вечная любовь», вот безобразие. Мне кажется, мы пришли к истине, к основной причине. Ну, конечно, продюсер возьмет Лену Минину. Друзья, на самом деле очень щепетильная ситуация произошла. Получается, что муж остался на сцене, а Люба, его законная супруга, осталась у него дел. Все-таки я думаю, что на сцене это не внешность, главное, главное – талант, голос. Как знать, Сергей Николаевич, очень часто на сцене побеждает именно внешность, а не голос. Нет, ну не в классической музыке. Вы понимаете, у меня же не только классическая, у меня и дорога и длинная, и очень черная. Для этих песен ваша внешность очень подходит. Ну, не совсем, не совсем. Любовь, я вижу, что у вас серьезная проблема, вы стерли все свои зубы полностью. Проблемы с дикцией у вас тоже достаточно серьезные. Улыбнитесь, пожалуйста, ярко улыбнитесь. Конечно, работа сумасшедшая, большая, но я знаю точно, она вам очень поможет. Спасибо. Да. Сергей Николаевич, как будете возвращать молодость нашей героине? У вас неплохое лицо, очень неплохое. И благодарное для операции лицо. Спасибо. Вот эти вот следы прожитых лет, ну это мы исправим. Дай бог, чтобы это вам помогло. Спасибо. Вернуться на сцену. Я надеюсь. Катя. Мне на самом деле реально сводят с клуб, потому что я никак не могу перестать улыбаться. Я очень рада. Света, любовь, вот просто это настоящий фрик. А для нашей программы вот такая фрикесса, по-моему, это прекрасно. Но вопрос-то в том, что что-то ее продюсеры не хотят приглашать в свои шоу. Ну не настолько же не хотят. Это всего лишь два с половиной года. Люба, сказать честно. Да. Вот если бы я была на месте тех продюсеров, я бы сто процентов вас никуда не пригласила. Потому что вы похожи на клоуна. Вы выглядите смешно. Для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, вам необходимо пересмотреть кардинально подход к своему внешнему образу. Я думаю, что мы сойдемся. Любовь, до встречи. Конечно. Женя, прежде чем ты выйдешь и расскажешь нам о своих планах, я хочу показать тебе фотографии из архива Любы. Давайте посмотрим. Ну это характерно для тех времен, 80-е. Ну, 89-е, возможно. По мне эффектно. Шикарная прическа, опять практически такая же. Да, и цвет волос, прошу заметить, и стрижка. Дальше. Это 13-й год Мексико. А сейчас вот приподними, вот добавь ветер, и то же самое. Ну и последнее, самая интересная фотография, на которой супруг Любы, которого приглашают продюсеры, и которая поет без Любы с молодыми артистками. Ну он колоритный мужчина, тут ничего не скажешь. Ну что, Любовь, вы консерватор на 100%. Намного ли вы готовы? Обстригать волосы нет. А на что же вы готовы? Кончики подровнять? Нет. Можете поменять цвет, можете что-то такое, ну, варьировать в этом образе, потому что мне самой скучно, если честно. Вы должны готовы быть на все. А что я буду делать, я не скажу. Это будет интрига. А цыганское я смогу исполнять после этого? Вы все сможете. Отлично. Все сможете исполнять. Ну и замечательно. До встречи. До встречи. Я счастлива, что я попала на проект, что я увидела всех вас, что я услышала ваше мнение, что меня и порадовало, и огорчило, конечно, в какой-то степени. Но в целом я довольна. Но я пришла к вам не одна, я пришла к вам со своим мужем, заслуженным артистом России, Василием Пьеновым. Мы с ним 23 года живем и работаем вместе. Добрый вечер. А сейчас мы исполним для вас роман, с которым связано у нас очень много в нашей жизни. И нисколько мы с тобой не постарели, Только волосы немного посидели, Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова будет звон капелли. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам не страшно отдавать вашу жену руки? Я знаю, что в надежные руки, дорогие товарищи, я вручаю мое сокровище. Ну, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Абсолютно другие зубы. Вы мой ангел. Что вы ко мне привязали с этими пленками со всем этим? Мне там что не ваши наряды. Конец фильма. Преображение 53-летней Любови Волковой начинается. На операцию к профессору Блохино наша певица идет одна. Супруг Василий уехал на гастроли. Люба расстроена, но надеется, что после проекта в ее жизни вновь возникнут совместные творческие командировки с любимым мужем. Ну, это стареющая женщина. Она считает, что из-за ее, так сказать, увядающей внешности у нее не до рода пробился. Ну, я сомневаюсь. Я бы тоже ее не взял. Здравствуйте. Тут внешность особо ни при чем. Зыкина упела до самого грубовой доски. И все ее звали, и везде она пела. Это талант. Если есть талант, нежность не нужна. А где ваш муж сейчас? На гастролях, конечно. А, конечно, на гастролях. Ну, ладно, не будет, а то не будет. Нет, нет, нет. Все, с Богом. Мы сделаем ей фейслифт, верхнюю блефоропластику и нижнюю трансконникривальную блефоропластику без наружного разреза. Операция длилась 2.40 где-то. Мы сделали все, что планировали. Я думаю, что после наших манипуляций она будет выглядеть очень неплохо. О, открывайте глазки. Закрыли. Ну, прекрасно все. Сегодня 53-летняя певица Любовь Волкова сделает еще один важный шаг на пути к молодости и красоте. Дальнейшим преображением нашей героини займется стоматолог проекта Олег Конников. У Любови выражено снижение нижнего отдела лица. У нее резко выражены носогубные складки. У нее опущена линия губ. Все это из-за того, что у нее сильная стираемость у зубов. Вы видите, насколько они маленькие и стерты? Ну, наверное, где-то в половину. Нет, не в половину. У меня были, ну, может быть, миллиметра на два. Миллиметр на два – это наполовину. Но большая проблема в том, что Любовь не видит, что у нее стерли зубы. Она считает, что у нее все в порядке. Вот у вас они стерты. При том, что вот эта часть у вас стерты сильнее, чем вот эта часть. Выстанавливать стертые зубы героини наш эксперт будет совместно с техником Алексеем Богдановым. Первым этапом я делаю исследование височно-ничнечелюстного сустава. Я делаю цифлометрический анализ. Я делаю снимок головы в боковой проекции. По всем этим данным я изготавливаю миорелаксирующую шину. Что дает шина? То есть она исправляет прикус? Нет. Она направлена на расслабление мышц, которые участвуют в стираемости ваших зубов. Понятно. Однако наша героиня пренебрегла словами эксперта и перестала следовать плану лечения. Она в несколько дней не носила эту шину, пришла ко мне, сказала, что она и не носила. Соответственно, срок окончания нашей работы оттянулся, потому что здесь нельзя идти на компромисс. Вы должны понимать, что я для вас делаю. Я понимаю. Вы не понимаете. Я понимаю. Что эта работа очень сложная. И она зависит 50% от меня и 50% от вас. Я понимаю. Да. Любовь наконец-то осознала, как важно выполнять рекомендации доктора Конникова. В итоге она проходила в шине ровно столько, сколько было необходимо. Мы миорелаксирующую шину меняем на стабилизирующую. Только после этого стоматолог продолжил лечение. По этой стабилизирующей шине происходит дальнейшее восковое моделирование зубов нашей героины. Алексей Викторович, вот мне кажется, идеально. Во время примерки будущих зубов техник Алексей Богданов проводит фонетические тесты. Ведь любовь певица и дикция для нее крайне важна. 66, 77, 76. Достаточно. Улыбнись. Все хорошо. Убедившись, что с дикцией все в порядке, стоматологи приступают к изготовлению постоянных реставраций. После сложного процесса воскования мы включаем цифровые технологии. Мы сканируем вот этот воск, сканируем зубы пациента и все это соединяем. И фрезерный станок выпиливает нам новые зубы, которые мы должны просто приклеить пациенту, не обтачивая ее зубы. Я помню, что вы говорили абсолютно искренне, считали, что у вас с зубами никаких проблем нет. Что у вас все в порядке. Вот перед тем, как сейчас оценить мою работу, вы должны обязательно вспомнить, какие у вас были зубы. Готовы на себя взглянуть? Обещаю не упасть в оборк. Вы сидите. Угу. Мы у вас время не нужны. Готовы? Да. Давайте. Абсолютно другие зубы. Ну, как у вас. Замечательно. Дайте я вас поцелую. Вы мой ангел. Хороший, добрый. Нас что, только прошу не обижать. И вас тоже. Мой дорогой ангел. У меня два ангела. После того, как мы показали результат нашей работы, у Любови произошло реальное просветление. Она поняла, чем мы все это время занимались, насколько мы сделали ее моложе. Вот то счастье, которое было на ее лице, это вот самая большая награда для меня. 53-летняя певица Любовь Волкова хорошеет день ото дня. Сегодня порцию молодости и красоты ей добавила врач-косметолог Надежда Вещепанова. Она удалила лазером некрасивые сосуды с лица, филерами добавила объем губам и исправила форму подбородка, а уколами ботокса убрала морщины вокруг глаз и на лбу. Заметно помолодевшая после всех медицинских манипуляций 53-летняя Любовь Волкова переходит на новый этап масштабного преображения. Эксперт по стилю Катя Гершуни намерена облагородить чересчур эксцентричный образ нашей героини. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте, друзья. Привет. Пожалуйста, проходите. Когда я впервые увидела Любовь, я прям подумала, боже мой, неужели я это вижу воочию? Мне казалось, что таких женщин уже не осталось. Разряженных. Прям вот не то, чтобы все лучшее сразу, но прям по максимуму. Ну что, Любовь, помнится, что вы на меня обиду затаили по поводу фрика? Ну да. Не то, что я обиделась, просто хотелось бы узнать, почему именно фрик. Ну как почему? Это же очевидно. Сравнение с фриком пришло, потому что эта женщина очень любит эпатировать. Она это делает, как умеет. И для меня это не несет какой-то негативной окраски. Я сама себя отношу к категории фриков. Между нами есть разница. Я отслеживаю тенденции современные, и я понимаю, что в данный период времени будет смотреться актуально. Вы в тот день для меня несли, ну, что-то экстраординарное, что меня очень сильно озадачило. И именно поэтому я вот высказалась, совершенно не желая вас обидеть. Ну, каждый имеет право на свое мнение, я так считаю, и нам обсуждать этот вопрос. В общем, ладно, мне хочется продемонстрировать вам, Любовь, мой первый комплект. И вот посмотрим, что вы о нем думаете. Катюша, мне искренне нравится. Я просто счастлива. Вы просто угадали и поняли меня. А тут еще серьги планировались, такие очень крупные. Ну, мне это очень хорошо. Такие, как стразы эти. Очень хорошо. И браслет, и несколько колец, ну, и туфельки, естественно, должны быть сверкающие. Я же говорю, что вы лучший стилист. А вы мне не верите. Катя, прости меня, конечно, но я что-то сегодня узнаю. И твой выбор, снаряда, для меня очень интересен. Первое платье, это, безусловно, была моя провокация для того, чтобы посмотреть, осознает ли она то, что это действительно нехорошо. Это платье, правда, выглядит недорого, недостойно. Дешевые стразы, очень крупные, очень нарочитые. Открытые плечи, открытая зона живота. Это все не относится к хорошему вкусу. Но я вижу, что для сцены это платье вполне подходящее. После своей провокации нам уже вдвойне интереснее увидеть, что-то подобрала для любой. Ну, это хорошо, но просто. Я предполагала, что манекен номер два будет не слишком прост. Но мне хотелось показать, насколько она может выглядеть молода. Эти нежные оттенки десерта. Это невероятно модная в этом году платье комбинация. И такой свитер грубой вязки на плечо. И обувь на плоском ходу. И сучка через плечо. Вот все это было собрано в комплекте для того, чтобы она была легкой, молодой, динамичной. И очень стильной. Мне нравится, Катюш. Очень красиво, нежно, необычно. Вот она все время пытается сказать. Да, хорошо, мне нравится. Но я просто очень отчетливо вижу, что это вранье. Ну, мало я очень накрашена, конечно. Мало, да. Я привыкла быть более яркой. И, конечно, вот с гулькой на голове, это я на даче хожу. Это прекрасно, это замечательно. Но зачем прятать волосы, когда они вот такие? То есть вот эти вот ваши вавилоны, с которыми вы ходите, челок, это прекрасно. У меня нет никаких вавилонов, это мои натуральные волосы. Это прекрасный у вас, идеальный волос. Но только зачем же эти волосы все время выставлять на показ? Да не все время. Почему? Можно сделать ниже хвостик. Хорошо, сделай то, что тебе нравится. Распусти волосы, как ты хочешь. И вот такая вот гулечка, она как-то меня очень смущает, потому что вот, ну, зайдешь в какой-нибудь магазинчик, а там вот как раз женщина с такой гулечкой что-то моет. Мне бы пока не хотелось бы походить на такую тетеньку, которая что-то моет. Так тебе больше нравится, чем больше, что было раньше. Ну, хотя бы так. Она очень красивая женщина. Она правда красивая женщина. Она зря себя так портит. Любовь, скажите мне, пожалуйста, а вот в этом образе вы бы какую песню исполнили? Вы там? Угу. Вы знаете, я не клоун, девочки. Спасибо. Моя невинная просьба о том, чтобы исполнить песню, певицу, ту женщину, которой очень не хватает сцены, тут у нее появилась возможность перед всей страной исполнить все, что угодно. А что случилось? Ничего, просто не надо меня заставлять. Ведь я вам что, клоун? Слезы градом, обвинения во всех тяжких грехах. Что вы ко мне привязываете с этими флегами? С этими, со всем этим... Мне не нужны ваши наряды, ничего мне ваше не нужно. Я честно, я уже себя просто очень сильно неловко чувствовала. Каждую какую-то бабку, которая приходит, вы ее прямо облизываете. Ой, моя дорогая Лючия, ой, какая хорошенькая стала, ой, какая превосходная. А тут нормальная пришла женщина, так ее надо вот так все. Я и выгляжу лучше всех Лючей, которые приходят там 44 года. Мне 53, я не выгляжу на 53. По крайней мере, на 45 выглядела. Люба, может быть, мы вообще зря к вам прикасались-то? Ну, зачем было заставлять меня что-то сейчас петь? Я вот все понимаю. Извините, Катя. Она убежала, даже не стала смотреть свой комплект. Ну, что делать, все. Конец фильма. Я не знаю, тут же, на самом деле, есть еще один комплект. Кать, ну, покажи. Класс! Мне очень понравился этот комплект. Можно я заберу его себе? Он твой. Хотите посмотреть, какой длинный состриг? Любовь Волкова сбежала из студии Кати Гершуни и не пришла на назначенную встречу с ведущей Светланой Абрамовой, которая должна была привести ее к бьюти-стилисту Евгению Жуку. Почему ты одна? У нас должна прийти любовь, насколько я помню. Да, да. На студии у Кати Гершуни произошла очень драматичная ситуация. Я что-то, я уже начинаю волноваться. У Любы случился настоящий нервный срыц. Она придет вообще? Я не знаю. Понимаешь, она просто убежала с площадки. И сейчас вот время идет, а ее нет. Я вообще не понимаю эту ситуацию. Света пришла одна. Герои нет. Что это получается? Впервые я буду без работы? Давайте подождем. Сейчас с пробки, может быть, приедет. В итоге мы стали со Светой ждать любовь. Любовь. Да, ближе, ближе. Это как старый добрый. Но если быть серьезным, для нас это ЧП. Съемочная группа вся стала звонить, узнавать, где наша героиня. А оказалось, она просто заблудилась. Боже мой, ну наконец-то. Здравствуйте. Наконец-то. Здравствуйте. Весела. Я буду держать, Жень, за тебя крестики и пальчики. Спасибо. И буду очень-очень ждать финала. Давайте, удачи. До встречи. Любовь, скажите. Да. Вы говорили, что для вас волосы ваши – это часть вашего образа. Я к чему спрашиваю? Да. Вы же понимаете, что у вас качество волос в очень плохом состоянии? Это я говорю уже как профессионал, а не как человек, который просто хочет что-то сделать специально. Нет, я согласна, что да, там могут быть сеченые волосы. Я сейчас состригу всю ту нужную длину. Хорошо. Которую необходимо состричь. Хорошо. Вы понимаете, почему я спрашиваю? Да. Я не хочу, чтобы получилась такая же ситуация, как и с Катей. Да. Хотите посмотреть, какой длиной состричь? Нет. Пока нет. Почему? Мне не хочется. Вдруг я расстроюсь. Смотрите, смотрите. Так, ну это от пояса до лопаток. Нормально. Спасибо. Любовь, ну расскажите мне, что произошло у вас там с Катей? Я не люблю бестактность. Во-первых, подчеркивать какие-то мои там недостатки в одежде. Ну это можно делать более деликатно. Будучи я на ее месте, я бы, конечно, это делала совершенно иначе. Вы сейчас подождите. Да. Какие недостатки в одежде? Что вы видите? Да, любые там, все что угодно. Как я пришла, как я ушла. Почему я в Кат... Ну вот почему я фрик, да? Потому что у меня платье было в горух. Ну Кате не нравится платье в горух, а мне нравится. Ну и что? Для меня сценический образ и модный образ, это разные образы. Да, согласна. Вот вы больше в сценическом образе. Вы пришли в сценическом образе. Я не в сценическом, нет. Я пришла... А, вы в своем. Это мой наряд. Ну, значит, это больше. Но я его одевала один раз на 9 мая в театр российской армии. Выступал мой муж Людмила Чертина, который называет меня именно в этом наряде. Люба, Любочка, Любашенька, какая красивая. Вы муза Василия, берегите его и так далее и тому подобное. Вы великолепны. Это мне сказала Людмила Алексеевна Чертина. Именно в том гадком, отвратительном, в африковском платье. Забавно всегда слышать, когда люди пытаются повысить свою значимость, используя историю со звездными именами. Меня никогда не унижали еще в жизни. Я работала 30 лет в коллективе с очень большими людьми, с очень... с народными артистами. Иосиф Давыдович Кобзон никогда в жизни мне не сказал... Да, я один раз слышала, он сказал Кате Шавриной. Ну, она заслужила. А мне никогда. И что, простите? А мне никогда ничего плохого не говорила. Все только хорошо. Как вы думаете, после нашего проекта, ваша карьера как артистки, она возобновится? Конечно. А если бы не было нашего проекта? Она бы не возобновилась. Потому что я боялась себя. Мне казалось, что я вот прям вот старею и старею, и все. Это же необратимый процесс. Вот стоит пропустить какой-то момент... Вот я сейчас даже могу заплакать. Потому что это происходит вот так вот, ну, как-то... Ну, молниеносно и больно. Ужасно. Вот ты молодая, и вдруг старая. Быстрая. Я думаю, после нашего проекта у Любови не будет переживаний, что она выглядит старой. И несмотря на своеобразный график Любы, я уверен, она примет свой финальный образ. Любовь Волкова, 53 года. Певица-исполнительница романцев. Много лет пела в дуэте со своим мужем, но последние два года не выходит на сцену. Продюсеры стали заменять Любовь более молодыми исполнительницами. Из востребованной артистки Люба превратилась в домохозяйку. Женщина обратилась в проект Первого канала с целью вернуть молодость, а вместе с ней и востребованность в профессии. Певицы сделали пластическую операцию по омоложению лица. С ней работали стоматолог, косметолог, эксперт по стилю и бьюти-стилист. Удалось ли команде специалистов сделать так, чтобы Любовь Волкова стала выглядеть на 10 лет моложе? А какой возраст выглядит Любовь сейчас? Меньше 40, меньше. Ну, я бы сказала, что ей даже и 30 нет. Вы выглядите на 30 лет. Мне кажется, что вам 35. Вот 35 лет. Любовь, сложно тебе далось это преображение, но я уверена, что тебе понравится то, что ты сейчас увидишь в зеркале. Ну, честно говоря, у меня слов нет. Я даже не узнаю себя. Нет, ну, я сейчас волнуюсь, я даже не знаю, что сказать, если честно. Потому что, ну, я вижу, очевидно, что я моложе, и у меня совершенно другой облик, к которому я... Я вот сейчас привыкаю. Тебе нравится? Конечно. Конечно, нравится. Это самое главное. Конечно, я благодарна безмерно. Я благодарна вам, Сергею Николаевичу. Низкий вам поклон. Что касается Кати, как-то у нас вот, ну, не сложилось там фрики, не фрики там. И мы не поняли друг друга, и вообще не поняли друг друга. Любовь, я умоляю вас, примите мои слова о вашем фрикавстве не как оскорбление или обиду, а как признание вас творческой натуры. А я это так и поняла. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что вы были с нами. Женечка, я вас благодарю и спасибо вам. Я вам доверилась. Теперь у меня крышки. Я очень рад. А вас, мой дорогой, любимый, мой хороший. Вы же у меня такой золотой. Спасибо вам от всего сердца. На нашем знакомстве я понимал вашу ситуацию непростую, ваше увядание, да? Ну да. Ну, сейчас мы немножко поправили ситуацию. И теперь я думаю, что он будет переживать больше, чем вы. Светлана, а можно пригласить Василия? Василий, идите сюда. Вот ваша жена, вот она. Не узнаю я. Это ваша жена. Берите. Не узнаю. Мои хорошие. Это ты? Это я. Это чудо какое-то. Мое хорошее. Может быть, начнем все сначала? Конечно, начнем. Опять. С темной ночью до белой пьюгой Все дорожки заметем. Сядем в сани мы с подругой Тройка вник нас донесет. А когда приедем, папа, Разожгут костры друзья И под звонкую гитару Будем петь мы до утра Эх, гомщи, гони как яру Эх, лошади, брата, не жалей Тройку ты запряг Не пару Догони, брат, веселей Мне не хочется заканчивать этот концерт И разрывать ваш творческий союз Прямо сейчас. Но, Василий, мне придется украсть Вашу уже невесту. Нам нужно провести опрос общественного мнения И узнать, на какой возраст любовь выглядит сейчас Пойдем узнаем скорее Добрый час Как вам кажется, сколько лет этой женщине? Выглядит на 28 Ну, я думаю, 38 Лет на 35 34 32 39 Ну, лет 30 35 Ну, где-то 32-33, вот так Вот лет на 30 На самом деле ей 53 года Да ладно Вот тебе крест 53, нифига себе 53 Да ну не По результатам опроса общественного мнения После масштабного преображения 53-летняя любовь Волкова Выглядит в среднем на 40 лет На этом у нас все Хотите и вы принять участие в нашем проекте? Тогда заполняйте анкету на сайте Первого канала Скоро увидимся Пока Продолжение следует... Продолжение следует...